Телевизионный проект Пластика.Лайф представляет клиника лазерной хирургии и косметологии Диплекс. Это Пластика.Лайф. Сегодня второй участнице проекта Антонине Фоминой предстоит серьезное испытание. Операция по пересадке волос. С хирургом Николаем Сергеевичем Лукачевым Антонина уже знакома. Доктор, в свою очередь, также знаком с проблемой и готов предложить подходящую к данному случаю методику. Это бесшовный метод пересадки, который называется техника фолликулярной изоляции. Суть заключается в чем? Делается микроразрез вокруг каждой фолликулярной группы. То есть не димом лоску берется кусочек кожи. Это тоже методика существует. Но вот это бесшовный метод, он более технически совершенен, более безопасен. И более комфортно переносится пациентам. Самое главное, нет швов, не требуется перевязывать. То есть не требуется ежедневное наблюдение врача. Многих пациентов, можно сказать, он сделал процедуру пересадки волос, можно спокойно, например, домой, держась телефонную связь, особенно это и нагородние пациенты. И в случае чего какие-то вопросы возникают, они, как правило, шаются все по телефону. В редких случаях требуется посещение на следующий день, через день. Это особенно важно для Антонины, поскольку она приехала из Южноуральска и сразу после операции планирует вернуться домой. А в настоящий момент, преодолевая легкое волнение, наша героиня вспоминает сегодняшнее утро. Встала, чайник поставила, чай попила, собралась, вышла, поехала, доехала, встретила вас. Да, мама звонила мне с утра, как я отдельно от мамы живу, она позвонила мне и сказала, пожелала удачи. Съемочная группа «Пластик и Лайф» присоединяется к этим пожеланиям. И все мы вместе переходим непосредственно к подготовке к самой операции. Добрый день, Антонина. Как настроение у вас? Нормально. Нормально, не страшно? Нет. Молодец. Пластик и Лайф. У нас есть рубец на голове, вот это участок, где волосы не растут. Тут вот можно видеть, что немножко волосы есть, но в целом, если сравнить густоту вот в этой области, и вот рядом, вот я вам покажу, совершенно разная картина. То есть мы будем стремиться вот к этому результату, что естественный рост волос. Мы заберем волосы в затылочной части. На небольшом участке мы побреем волосы, для того, чтобы они были короткие. Мы забираем каждый волос отдельно. Вот вокруг него будет сделан маленький разрез. Швы в самой процессе операции накладываться некими не будут. После того, как мы возьмем необходимое количество волос, мы сделаем микроразрезы на рубце, туда уже пересадим волосы. На словах это звучит довольно просто. На самом же деле трансплантация волос – трудоемкий многочасовой процесс, требующий мастерства и предельной концентрации внимания. Это наш специальный, называется панч. Вот им делается разрез вокруг волоса, как он выходит на кожу, и на всю толщину, длину роста волоса кожи. Длительность подобных операций может доходить до 7-8 часов. В нашем случае уйдет часа 3,5. Это зависит от количества пересаживаемых волос и от физических возможностей пациента. Ведь просиживать так часами – это тоже нагрузка. Сам ход операции готовится донорская зона. Участок кожи подбревается, потом делается обезболивание. Специальным ножом делаются разрезы вокруг каждой группы волоса, но волосы сразу не извлекаются. У них сохраняется связь с питающим сосудом. Чем вот этот период будет дольше от момента экстракции, то есть извлечения из кожи головы до момента пересадки, чем он будет короче, тем будет лучше результат. Когда будут сделаны все необходимые разрезы, мои ассистенты начинают извлекать волосы, я готовлю область для пересадки, рецепиентную, и делаю также микроразрезы. Размер разреза подбирается под размер графта, то есть вот той группы, которая будет пересажена. Потому что если будет разрез очень маленький, она просто не войдет, и сарствой большой она попадет. В итоге Антонине пересадили 470 графтов. Это порядка 700 волос. Все мы уверены в отличном результате, только вот оценить его можно будет не сразу. Первый результат мы увидим через 3 месяца. Вот через полгода уже будет хороший на волос. То есть полгода тот срок, когда пациенты идут в парикмахерскую и начинают их уже стричь. Это Пластиколайф. В следующей серии о том, как чувствует себя после пересадки волос Антонина и как восстанавливается после мамопластики еще одна героиня проекта Ольга. Диплекс. Галерея красивых судеб. Телефон 211-23-23. Задай вопрос профессору Диплексу на сайте 3W LifeNew.me. LifeNew.me. Моя новая жизнь. Не верится, что все. Да, вон на кранер посмотрит. Чисто. Гуляй. Пусть сюда посмотрит. Не думала, что то все. Счастья и радости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова